Всем привет, с вами новости XBT.com, и сегодня мы поговорим о том, что... Cooler Master выпускает новый ПК Shark X. Дразнили нас этим компьютером аж с 2019 года, тогда его показали в первый раз, но теперь его можно приобрести. Начинка у компьютера топовая. 20-ядерный процессор Intel Core i, видеокарта GeForce RTX 4070 Ti Super с 16 ГБ памяти и твердотельный накопитель объемом 2 ТБ. Но это не самое главное. Корпус компьютера выполнен в виде крутой механической акулы. Он размером 80 на 90 с половиной на 90 сантиметров и сделан из стали и пластика. В комплект акулы входит блок питания Cooler Master V850 SFX Gold, кастомная система охлаждения Cooler Master Master Liquid 120 Atmos, 120-мм вентилятор CM Cycle Flow и переходник Razer PCI-E. Стоит это чудо примерно 7000 долларов и уже доступно для предзаказа. Да, цена кусается. И купить корпус отдельно без начинки, увы, не получится. В технике подобного плана блокнот выглядит достаточно мощно. У него процессор с четырьмя ядрами Cortex-A54, оперативная память LPDDR4 объемом 2 ГБ и встроенный накопитель объемом 64 ГБ. Есть модуль Wi-Fi и порт USB Type-C для зарядки. Производитель утверждает, что зарядки хватает на 2 недели автономной работы. Устройство поддерживает импорт документов PDF и EPUB, экспорт PDF, PNG и SVG. В комплекте с блокнотом идет стилус. У него беспроводная зарядка от самого устройства. Дополнительно к устройству можно приобрести более крутой стилус Marker Plus за 50 долларов, чехол-книжку за 90 долларов или чехол со встроенной клавиатурой за 230 долларов. Дорогой Apple идут товарищи. Стоит ли эта машинка 45 тысяч рублей в базовой комплектации или 70 тысяч в прокаченной? Не уверена. Все же функциональность не слишком большая. У Intel до сих пор дела обстоят неважно. Компания приняла решение притормозить постройку нового предприятия в Малайзии. Технические работы еще продолжаются, но штат-строитель был сокращен в рамках экономии, и новое предприятие становится долгостроем. Гигант тонет, и за спасательный круг придется заплатить. Intel может продать крупную часть акций Mobileye – израильскому разработчику систем пилотирования. Рядом плавает и акула в виде кволком. Компания присматривается к возможности приобрести часть Intel, связанную с разработкой чипов и компьютеров. Пока еще все думают и приглядываются, но плачевное состояние Intel уже нельзя замаскировать. И что останется от корпорации после возможных торгов – печально представить. Тринадцатая модель GoPro не сильно отличается от двенадцатой. Камере добавили специальный режим замедленной съемки, позволяющий снимать видео в формате 720p со скоростью 400 кадров в секунду. А еще с разрешением 5.3K можно снимать теперь до 50 кадров в секунду. Которые, конечно же, продаются отдельно. Сменных объективов несколько. Они имеют интеллектуальный интерфейс, позволяющий камере автоматически настраивать режим съемки. Фильтры нейтральной плоскости в четырех вариантах от NT4 до NT32. Аноморфный и сверхширокий на 170 градусов объективы. И еще макрооптика. Но ни сенсор, ни процессор компания в новой модели менять не стала. А на этом все. С вами были новости xbt.com. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok